Доброго времени суток! С вами Сергей и сегодня наш ролик посвящен второму прохождению обследования послеоперационного периода. Давайте разберемся в подробностях. Начнем с того, что я чуть-чуть затянул с обследованием. Обследование я проходил первое в конце, в апреле 2018 года и в рекомендации стояла компьютерная томограмма через 3 месяца. То есть она где-то должна быть уже до августа была пройдена. Но так как я очень часто прохожу компьютерную томограмму, и вот, допустим, здесь указано 7,9 микрозиверт и доза 2,9 микрозиверт, то есть, образно говоря, вот это 10 микрозиверт, и я получаю облучение. Я решил это дело маленько растянуть. И с 3 месяцев мы договорились с врачом, что я сделаю где-то примерно через полгода. Если ничего криминального, я не почувствую сам. Прошло полгода. Полгода я про... так, не так маленько сказал. После прохождения комиссии МСЭ я решил заняться вопросом прохождения компьютерной томограммы. Соответственно, я обращаюсь к онкологу, к своему районному. Он дает мне направление, и я прохожу компьютерную томограмму. Когда я пришел в поликлинику записываться к онкологу, мне сказали, онколог больше у нас не работает. Это для меня такая была не очень приятная новость. Ну, как говорится, нечего делать. Предложили мне ехать в Бокситогоркс записываться к онкологу. Я, конечно, от этого отказался. Чуть-чуть еще какое-то время прошло. Я пошел с прошлыми рекомендациями. Я их беру от онкоцентра. Записался к хирургу, чтобы дали мне направление на компьютерную томограмму. На основании прошлых рекомендаций онкоцентра мне дали направление на компьютерную томограмму. Но сразу предупредили в кабинете, что компьютерный томограф в данный момент сломан. Это был у нас октябрь. Октябрь. И компьютерный томограф у меня в городе Пикалево починили только в конце, в середине декабря. Я пришел в кабинет компьютерной томографии. Мне порекомендовали сделать томографию с контрастом. С контрастом томография делается у нас только надо ложиться на отделение. И с отделения уже делают с контрастом. Я поднялся на отделение. Меня записали на конец января. Я в конце января лег в отделение. Мне нравится такая процедура. Потому что я человек нерабочий. У меня есть свободное время. И когда я туда ложусь, у меня приходят, берут в палате кровь. Я сдаю на этаже мочу. То есть не надо никуда рано вставать, никуда не надо ходить. Делают, приносят стационарный переносной ЭКГ сердца. С переносным... Как его правильно назвать? Ну не знаю, в общем. Делают в палате также ЭКГ сердца. И потом отправляют на компьютерную томограмму. Компьютерную томограмму делают. На все я лежу неделю. Кормят, кстати, нормально. Палаты чистые, превосходные. Мне нравится вот это все. После, выписываясь, мне дали заключение. И, соответственно, два диска. Я подавал также. Два диска записали. И два предыдущих диска у меня было. Я просил обратить внимание на что? То, что в предыдущих дисках мне поставили метастазы. Я еще специально в кабинете компьютерной томографии подал эти диски. И сказал, что также мне и в этот раз поставили метастазы. Что мне эти метастазы... То ли врачи страхуются, я не знаю. В следующий раз я буду более подробно с ними разговаривать. Потому что мне вот эта вот галочка метастаза и знак вопроса стоит. То есть, смотрите, что получается. Я прихожу на прием. Врач начинает изучать заключение. Он смотрит, компьютерный диск вставляет. Он смотрит, он не видит метастаз. В заключении стоят метастазы. Соответственно, заключение не соответствует диску. Я попадаю на пересмотр диска. Самого диска я отдаю. И такая процедура стоит платно 2000 рублей. Соответственно, я попадаю на сейчас, в данный момент, на два диска 4000 рублей. Я при следующей компьютерной томографии очень буквально поговорю на этот вопрос. Потому что попадаю я уже второй раз. Я прошел. Сделали мне область брюшной полости и грудной клетки. В брюшной полости у меня еще весной нашли новое образование. Оно также, так же это самое вот здесь вот у меня карандашиком выделено. Я потом в конце все перефотографирую. И в конце ролика все выложу заподряд. Новое образование. Новое образование. Так же и в этот раз в органах грудной клетки нашли. Сейчас прочитаю. Тоже новое образование. Отмечается гипергенственный мелкий очаг в головке правой плечевой кости. Правой плечевой кости. Это тоже новое образование. Дальше я с этими бумагами, соответственно, записался на прием в онкоцентр к Артуру Владимировичу. Я у него наблюдаюсь. Так и буду наблюдаться. Я записался на конец февраля. Я попал к концу февраля. Я пришел к нему на прием. Все подал, все объяснил. И, кстати, вот. Кому интересно, я нашел коробочки. Коробочки с образцами залитые в воск, получается, наверное. Просто не мог их давно найти. Как говорится, два переезда приравниваются к одному пожару. Но вот они нашлись. Они так-то, по идее, вот здесь вот на краях написаны номера. Их они так-то, по идее, в моем случае должны храниться в онкоцентре. Но мне их выдавали на руки. Так, Артур Владимирович, я попал на прием. И вот я еще нашел заключение компьютерной томограммы. Компьютерную томограмму, которую я проходил в 2015 году. Это компьютерная томограмма, когда я еще... Да, я не могу вспомнить, был ли я уже в онкоцентре на приеме. Это компьютерная томограмма после рекомендации районного онколога, что надо сделать компьютерную томограмму, рентген легких провериться сразу. И она мне тогда сказала, что, возможно, операции будут платные, что там готовьте к всему и сделайте заявочку на квоту. Так вот, я пришел в поликлинику номер 99 по улице Есенина, это в Санкт-Петербурге. И проразговорился, ну, как мне районный онколог и говорила, что надо это все дело оформляет терапевт. Я попал на прием к терапевту, но и, соответственно, про квоту. Я говорю, давайте заявочку на квоту. Мы так-то, так-то сказали, сделаем. Да, сделали заявочку на квоту. Знаете, что за заявочка на квоту? Вот на эту компьютерную томограмму была квота. Я не знаю, сколько денег на это все выделили, но я прошел по квоте вот эту компьютерную томограмму. Здесь, соответственно, все в порядке, никаких замечаний нету. То есть здесь сделана у меня область брюшной полости. Так, сейчас посмотрю, где написано. Не вижу пока. Но, если я не ошибаюсь, мне здесь сделали область грудной клетки и брюшной полости сразу. Соответственно, в заключении никаких новообразований нету. В отличие... Это я к чему говорю? Я пытаюсь установить, когда это образование у меня появилось. То есть первый раз я его зафиксировали в 2018 году. В 2014 году фиксации никакой нету. То есть это новообразование. Пока считаем, что фиксация 2018 года. Соответственно, оно малоинформативное, так как оно записано вот так вот по старинке. ПБС отсутствия CD-диска. Тут ничего врач не видит криминального. Я подал Арту Владимировичу. Подал диски на изучение. Он изучил диски. Изучил диски. Новообразование, которое нашлось в этот раз на руке. Он посмотрел предыдущие диски. Оно тоже было в 2018 году. Просто его не увидели и не описали в размерах, пока это дело не шевелится. Это дело также визуально, но как он все-таки специалист. Это дело доброкачественное. Биопсию мы решили пока не делать. И это самое заключение. Мы решили так, что через полгода, через полгода, но единственное, у меня опять придется ругаться с комиссией МСЭ. Тут написано через полгода. Мы договорились в сентябре, в октябре. Я приеду к нему на прием. На прием. И он попробует мне сделать компьютерную томограмму по полюсу в самом онконцентре. Чтобы правильно все описали специалисты и не было у меня вот этих заморочек. Соответственно, теперь... Что тут можно добавить еще? Да, теперь я до сентября... До сентября я в спокойствии. Если что-то мне не понравится, то я уже сделаю раньше компьютерную томограмму и поеду с ней... Также по месту жительства сделаю, поеду с ней уже на прием. Единственное, у меня есть замечание. На руке новообразования я его чувствую. Чувствую я его когда? Я его еще почувствовал с осени. Ощущение такое же, как и было на левой стороне. Я его почувствовал с осени. И при первой компьютерной томограмме я на это дело опирался. Я еще просил, чтобы посмотрели, что у меня там когда будут делать компьютерную томограмму. Это никто не делал. И вот у меня с января пошло новое ощущение. Оно такое, знаете, как будто маленький внутренний ожог. Чем-то напоминает. Пока это все дело наблюдаем. Наблюдаем. Что тут еще добавить? Так, здесь рекомендации мне даны. На основании вот этой рекомендации я беру направление на компьютерную томограмму. Дальше что еще можно сказать? Вспоминая, мне делали рентген перед операцией еще до компьютерной томограммы, которую я тоже делал перед операцией. Кстати, ее тоже надо будет Артуру Владимировичу показать на изучение. Мне делали рентген как левой стороны, так и правой. Только единственное, у меня этих рентген-снимков на руках нету. Они были прикреплены в карточке. Я их не забирал. И вот на тот момент, это получается 2017 год, тоже ничего такого, чтобы обратить внимание, не было. То есть получается это новое образование уже после, так вычисляем, после операционного периода. Новое образование пока стоит на месте. Оно роста не дает. Еще у меня тут заключение. Где-то был лимфоузел увеличенный. Артур Владимирович посмотрел, тоже сказал криминального. На данный момент ничего нет. Что стоит отметить по самому онкоцентру, мне понравилось. Это то, что убрали очень сильно очереди. Теперь все карточки в электронном виде. Не надо, приходя на прием, стоять в регистратуре, брать талончик, стоять на получение карточки. Это очень хорошо. Это очень мне понравилось, потому что приходите, сразу подаете паспорт, берете полис, берете пропуск, пропуск, говорите в какой кабинет, и идете на прием в кабинет. Поставлено очень много информационных табло. Можно узнать, что нового появилось в онкоцентре. У них есть теперь 3D-моделирование челюсти они изготавливают. Соответственно, множество всяких опций по выявлению рака пошло. Как я понимаю, это все платно. То есть, может любой человек записаться и пройти анализ на совместимость, так скажем, на раковые опухоли. Как она правильно называется? Я, может, не точно сказал. Потом, что еще такого добавить в онкоцентре? Ну, мне вот понравилось, что убрали очереди. Это очень, да, действительно хорошо. Хорошо, действительно хорошо. По состоянию моего еще здоровья стоит затронуть. Так, вот уже более года, год и где-то 3 месяца, меня мучает бессонница. Бессонница в прямом смысле. Это не сбой по сну, поверьте. Это настоящая бессонница. Каким образом она проявляется? Допустим, я вот два раза съездил в Санкт-Петербург. Первый раз я показался на приеме в конце февраля. Я отдал Артуру Владимировичу диски на изучение. И второй раз я появился в марте. И вот по приезду домой, по приезду домой, у меня получился такой хороший сбой. Мне никак было не заснуть. У меня сердце бешено колотится. Эффект я сравниваю с эффектом, когда я работал в последнее время и зарабатывал себе на ипотеку, с эффектом переутомления. Я тогда очень много работал. Я как бы запомнил, что такое эффект переутомления. Золотится. Сердцебиение мне никак дыханием не замедлить. Оно большое сердцебиение. Брал у Мишки смарт-браслет. Замерял где-то более 120-130 ударов. Вот так вот идет сердце. И получается, в этот момент мне в мозг идет большой приток кислорода. Но это так вот мое мнение. Тем самым у меня остается мозг активный. И ни в какую мне не заснуть. Я выпил таблеточку амитрипцилина. И она мне даже не помогла. При условии, что я где-то полтора месяца эти таблетки вообще не пил. До этого мне хорошо помогли таблетки на основе мелатонина. Мелатонина я принимал курс с осени. С осени я принимал курс Боярышник-Шиповник, который мне помогал очень хорошо в прошлый год. Но в этот год он мне не помогал. Видать, привычка организма. И я почитал, я принимал мелатонин. Мелатонин мне хорошо помог. Но и вот последний сейчас сбой у меня. Вот только что я приехал из Санкт-Петербурга. Прошел такой сбой. Причину мне никто не говорит. Причину моих бессонниц я тоже не понимаю. Может на основе вот этих рецидивов. На основе вот этих доброкачественных на данный момент опухолей. Потому что по описаниям это тоже может такое быть. Может очень сильно мой усталый организм. Я еще раз говорю, что я очень много работал для получения ипотеки. И я свою иммунную систему просто ушатал. Я тогда еще принимал обезболивающие таблетки. Соответственно по иммунной системе я одно время хотел принимать. Ну так как я чувствую, что мой иммунитет очень сильно ослабленный. Я хотел принимать иммунность, содержащую стимуляторы препарата. Но изучив этот вопрос, этот вопрос является таким, что иммуностимулирующие препараты могут как в положительную сторону повлиять, так и в отрицательную сторону на образование новообразований. Осенью я проходил курс витаминов. Курс витаминов я проходил весной прошлого года. И осенью весной прошлого года я проходил. У меня вообще было печальное состояние. Я напоминаю, я тогда практически слег. Я пошел выносить мусор. Прошел один подъезд и вернулся домой с мусором. У меня было такое состояние, что у меня вообще было. Тогда я посмотрел видеоролики Павла Валерьяновича. И принимал настойку шиповника и боярышника. В этот год у меня состояние получше. Я просто не запускаю до такого момента. Вот в последнее время мне препарат я нашел мелатонин. В данный момент, как бороться, когда привыкание организма уже привыкло к мелатонину, я не знаю, как бороться с бессонницей. Вот так вот получается. В принципе, чувствую себя морально прекрасно. Никогда не унываю. Никогда не унывал. И теперь получается. Вот прошел второе обследование. Следующий у меня будет уже ролик, посвященный прохождению МСЭ. Посмотрим, что на этот год мне скажет комиссия МСЭ. Комиссия МСЭ, сами понимаете, это теперь такая структура. Это там уже люди работают по приказу. По приказу. Я смотрел очень много видеороликов в Ютубе, как даже детей скидывают с инвалидности, которым положена инвалидность. А уж тоже говорит про меня. И еще один ролик сниму на тему, как я питаюсь при онкологии. Он будет, наверное, скорее всего, следующий. Потом у меня на лето очень много запланировано проектов. У меня, во-первых, недоделаны тиски. Я начал с прошлого года устанавливать тиски. Я теперь все делаю под себя. Я запланировал проект. Я хочу сделать косу. Обычную косу. Косить руками. Да, я ее хочу сделать. Потом у меня проект запланирован. Это все будет видеосъемки. Я буду доделывать свой финский топор, доставшийся мне по наследству по стороне бабушки. И многие еще вот такие проекты я запланировал. Очень надо будет много уделить внимание нам с Мишей по плотницкому делу, потому что теперь в школе уроки труды это шеи пришивай. Все. Нету теперь столярных уроков трудов. Так что мне придется самому наметить курс. И потихонечку его приучать к этому делу. Ну что ж. Я в конце видеоролика выложу все вот эти, перефотографирую заключение. Правда мне в этот раз заключение досталось. Ксерокопия. Ксерокопия. Вот тут анализы тоже покажу. Они все. Врачи сказали прекрасные анализы. Замечаний нету. Что ж еще стоит добавить. Наверное на этом тогда сегодня мы закончим наш ролик. Наш ролик. Не забывайте подписываться. Делиться моим видео в соцсетях. В соцсетях. Ставить лайки, чтобы оно поднималось в поисковой системе. И давайте еще напомню такую тему, как в прошлый год мне удалили все ролики, кроме седьмого. На меня нажаловались. Понятное дело, что, как говорят, с пальцем не показывает, кто на меня нажаловался. Я перешел дорогу с содовером своим роликом номер три. Где я рассказал, что содорак не лечит. Так что, друзья, давайте делитесь этим тоже роликом в соцсетях. Распространяйте. Народ должен знать правду. С вами был Мачнев Сергей Юрьевич. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok